Правительство Чуваши утвердило план действий по реализации послания президента страны. Документ направлен на повышение конкурентоспособности, экономики, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечение высокого качества жизни населения, повышение эффективности бюджетных расходов. О других вопросах повестки дня в нашем сюжете. О работе, проделанной за последние 4 года, отчиталось Министерство культуры по делам национальности и архивного дела. Подробный доклад можно найти на сайте ведомства. Что касается основных направлений, то усилия были сосредоточены на укреплении материально-технической базы и повышении заработной платы работников отрасли. Благодаря целевым программам удалось отремонтировать целый ряд сельских домов культуры. Многие получили новое оборудование и сценические костюмы. 2014 год, объявленный Годом культуры, стал квинтэссенцией. Сетевой марафон культурных событий и другие мероприятия, проходящие вне его рамок, собирали множество зрителей, которые высоко оценили способности наших исполнителей, художников, писателей. На заседании правительства также распределили средства, поступившие из Фонда капитального ремонта. Проектом предусмотрено распределение средств государственной корпорации, Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в сумме 66,8 миллионов рублей. Республика подала заявку, заявка была успешно защищена, средства сегодня поступили. А также сумма в объеме 45 миллионов рублей на проведение капитального ремонта из республиканского бюджета на квартирных домах по муниципальным образованиям. Со следующего года увеличится ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей. В 2015 году на уровне 16 481 рубль. На сегодняшний день эта сумма составляет 15 309 рублей, то есть рост к будущему году будет больше на 1172 рубля. Данная величина представляет собой прогнозную оценку среднедушевого дохода населения Чувашской республики в среднем за месяц и рассчитана на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской республике. Заседание Кабинета министров руководителям городской клинической больницы номер один и Чебоксарской гимназии номер один вручили благодарность аналитического центра при правительстве России за участие в первом ежегодном конкурсе профессионального управления проектной деятельностью в государственном секторе проектной Олимп. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика.